всем привет как вы помните есть у меня вот такой вот грузовичок вы его уже видели на канале вот и из последнего видео вы видели меня два вот таких вот бешеных агрегата мне очень у них понравились колеса может быть они не сильно цепки но они большого диаметра и мне захотелось их поставить вот на этот грузовик как видите грузовик у нас немножко другого масштаба от тех машин грузовик нас 12 масштабе те модели ну как бы позиционируется наверное 10 вот 10 может быть чуть больше потому что у них там 100 порядка 120 или 130 колеса а здесь у нас на модели всего лишь 108 по моему вот ну и мысль о том чтобы покатать этот грузовик тяжелый грузовик на тех колесах меня не покидает соответственно надо что-то с этим делать вот сейчас я решил значит перво-наперво сделать кузов потому что он меня развалился вот он скручивается склеивается вот и вот такая вот получается модель бампер еще ну вот значит что хочу сделать во первых мне кое-что подломалась здесь вот кое-какие элементы сейчас это надо все подклеить сделать кузов и надо во первых приподнять его от шасси порядка наверное сантиметров трех и раздвинуть задний мост заднюю спарку не спарку заднюю тележку потому что она здесь очень близко а ее надо сделать примерно вот так и тогда будет намного мне кажется симпатичнее и соответственно поместится наши колеса потому что иначе они с вами встают просто не встают вперед станут обалденно цеплять друг за дружки не будут и будет хорошо а сзади придется отодвинуть но отодвинуть не знают то ли этот чуть вперед то ли этот чуть назад в любом из вариантов скорее всего придется поменять центральный кардан вот и заменить две тяги 2 3 или 3 тяги так сейчас так смотрим значит у нас есть две тяги которые держит мост чтобы он не гулял вперед-назад и крестовина чтобы мост не гулял лево-право соответственно здесь можно сделать планочку либо вот эту перегородку она я так смотрю она двигается чуть-чуть вперед а эти можно в принципе из шпильки м3 сделать покороче соответственно придется наверное все таки два кардана нет вот это ты вот это потому что будет раздвигаться хотя здесь у нас есть несколько сантиметров не несколько сантиметров есть на кардане возможно нам этого сантиметра вот здесь как раз таки и хватит сейчас значит я принимаю за работу делаю кузовок клею его потому что все время рассыпается у меня вот и соответственно приподнимаю кабину а потом уже приподнимаю кузов уж в конце буду менять колеса может быть сначала поставлю какие-то другие у меня есть вариант поставить грузовик на аксиаловский а то не много вот тоже кстати резина не понравилось под хорошим весом она хорошо цепляется в любом случае она будет лучше чем вот это и давайте покажу сравнение резина аксиала сравнение с 50 видите намного намного она выше вот на этой резине я хотел строить камаз так что вот сейчас я методом проб и ошибок буду пробовать разные варианты вот и потом в итоге этот желтый грузовик после всех тестов будет опять меня переделываться на базу от хэгэ а тот гелик но добавлю еще один мозг нему и будет 8 на 8 и получится вот такой аппарат уже на базе хэгэ соответственно опять же мы посмотрим еще раз покатаем этот конфигурацию посмотрим как она едет и потом уже посмотрим переделанный момент вариант ну давайте чуть попробуем поделать так ну что склеил я элементы которые отломил нечаянно вот тут подклеил вот это она перекладина сломанная но ее конечно надо усиливать не знаю нужно она будет или нет может быть ее совсем отпилить на кого крепится должна крепиться к раме в этих местах вот но я наверно сделала по-другому потому что колеса я хочу идет большие побольше соответственно на какую проставку я скорее существует такую куда куски деревяшки наверно вложу при подыму и все вот так грузовичок вот так вот у нас выглядит номер он приклеил вот не могу найти вот сюда один элемент но в принципе я смотрю приклеено было вот здесь поэтому возможно что и ничего страшного клею на космофен хороший нравится мне клей не засыхает вот можно подвигать и держит крепко начинаю сейчас снимать кабину ставлю большие колеса смотрю какая высота нужно на какую высоту поднять кабину вот будет ли это нормально смотреться если будет смотреться хорошо то значит раздвигаю задние колеса и ставлю туда эти большие колеса вот напомню колеса будет хочется поставить вот эти на последние покатушки на вот этих бешеных пачках грязи помесили мы будь здоров вот и поэтому грязноватенькие они немножко колеса конечно большие но они нам сюда не подходят надо делать вот выносы 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 они нужны большие вот 20 миллиметровый вынос нужен смотрите 20 миллиметровым выносом смотрится в принципе прям грозно так давайте переднее колесо еще поменяем так смотрите что у нас получается вот так это у нас получается вперед два моста поворотных в принципе на 20 миллиметровых переходниках вот такие вот удлинители есть вот вот все у нас держится потому что колеса вынос очень специфический должно далеко колесо выходить и вот здесь нам получается то что не хватает сантиметров сантиметров а так в принципе внешний вид мне нравится ну ладно пускай пока так будут два и кабина в принципе вот на такой высоте я думаю будет очень даже нормально смотреться и проходимость будет очень даже неплохая так что интерес есть прям хочется мне это делать ну приблизительно это вот так смотрится приблизительно вроде все нормально при подымется сейчас как показать вот так примерно я думаю нормальный колесо ходить будет сейчас сантиметра на два получается нужен удлинитель вот и будем смотреть передним колесом ничего не мешает задний подделаем сейчас так я готовил два вот таких переходничка для поднятия кабины будет крепиться прям к штатным местам вот и сейчас надо будет еще просверлить одно отверстие вот здесь где будет крепиться кабина сейчас просверлим сейчас еще раз померяю вот и вот таким макаром вот так она будет стоять ну я думаю вроде ничего интересненько посмотрим что из этого всего получится напишите интересно вам или нет что вы от этого этого всего ожидаете поедет он или не поедет будет ли плюс от больших колес или не будет вот но делаю сейчас под вот эти максимальные колеса есть у меня еще чуть поменьше диаметром вот это как бы для зимы чтобы большая плоскость была покрытия а есть еще такие полу грязевые назовем их так такие с шашечкой частой вот она и по снегу вроде гребет нормально китайская резина вот ну и посмотрим все таки модель тяжелая как она будет по снегу ехать потому что меня сейчас интересует больше снежный вариант так как скоро у нас зима ну что давайте сверлим еще по одному отверстию и устанавливаем уже кабину на свое место вот что вот что вот так вот предварительно но по ходу маловато надо побольше потому что сыграла и немножко надо еще приподнять наверное будет повыше вот такой вот он получается но для начала конечно надо поставить второе колесо с той стороны одинаково для размера то он кренится туда вот но прям громоздкий такой грозно смотрится мне кажется так что надо доделывать и в любом случае ехать катать по-любому занимался чуть-чуть еще грузовичком вот что сделал значит поставил большие колеса с двух сторон чтоб понимать как она будет сделал вот такие переходники вот из такого уголочка металлического сначала сделал немножко коротковатый по высоте мало мало получилось вот потом сделать побольше повыше а эти решил вывести вперед грубо говоря за них можно там цепляться или я думаю может быть в итоге потом лопату так вот поставить типа снег двигать не знаю вот как говорится если что их можно открутить их можно загнуть дальше прикинул местечко можно поставить лебедку вот снизу будет площадочку пущу сейчас пока просто бампер закрепил она пока так бутафории стоит и поставил крепежи под заднюю ну под кабину тоже приподнял вот проблема в чем возможно возможно вот в этом положении видите цепляет возможно придется немножко вот эту вот часть убрать как бы но можно будет потом если уж очень захочется к заколхозить можно поставить будет вот такой фендер вот такого сюда приделать по минимуму вот и будет он вот так вот смотреться здоровенный на столе не умещается сейчас придумаю сейчас посмотрю насколько надо будет поднять кузов получается то что он сейчас должен быть не вот там вот на эти несколько два сантиметра выше охота попробовать как он поедет так ну ладно делаем дальше смотрим что получится так чем сегодня занимаемся кузов борта были все склеены вот даже отломились некоторые крепежи вот и я решил так как есть отверстия просверлить и закрутить болты вот и все все кузов стал жесткий и и теперь вот на на такой высоте сейчас ставим по три вот таких элемента но отрежем и 2 отверстия просверлим вот и приподнимаем вот так вот кузов сейчас по 4 сантиметра сделаю может быть по 5 элементы вот он один есть четыре с половиной вот два элемента сейчас я их поставлю если все подходит то значит их и будем устанавливать первое это высоко сделал элементы и прикидываю как на них будет стоять наша платформа все вот такой внешний вид вот такая высота можно взвесить и посмотреть вес модели без аккумулятора давайте взвесим 6800 без аккумулятора и без еще одного большого колеса 6760 ну что основные работы с кузовом выполнены надо будет опять все снимать и переносить задний мост чуть-чуть вперед так что смотрим что сейчас смотрим что значит нам придется подвинуть чтобы это заменить но двигать будем на длину кардана вот здесь как раз у нас получается полтора где-то сантиметра как раз этого должно вот здесь мне кажется хватить нет наверное сантиметр только есть ну посмотрим сейчас тяги уберем открутим мост сдвинем по максимуму кардану посмотрим как он будет там ходить вот в принципе мы можем сдвинуть еще и миллиметров на 5 коробку сюда я думаю что этого всего должно нам хватить раскрутил мост держащие тяги и раскрутил центральную и пробую сейчас подать мост вперед мост не двигается они двигается почему потому что потому что его держат стойки вот это уже плохо потому что придется двигать теперь еще и всю стойку но вот эти вот отверстия могут совпасть вот с этим думал три болта нет придется все таки еще на чем-то покумекать так что разбирают дальше предшествовался снять и посмотреть что куда нам сдвинуть так ну вот перекрутил я значит чуть-чуть в сторону все зазор появился больше он не тут и не нужен у них реально задняя тележка тут практически плитык вот так как резина практически слик грязь к ней прилипать не будет соответственно задевать она не будет дальше снял вот эту тягу вот тут который стоялась мост держит и открутил вот эту центральную крестовину смотрите если я сейчас переключу перекручу то возможно мне не придется даже тяги делать новые эти должны подойти вот ну а карданы уже дальше сейчас буду смотреть потому что вот этого не к не хватает но он отпиленный и в принципе по любому у меня карданы еще есть какие-то я думаю подойдут если нет значит что-то подпилим посмотрим как это не проблема плюс он зажимается отжимается двигается возможно какие-то элементы между собой переставлю и соединил так что сейчас перекручиваю тяги в принципе снимать не буду проверю если все подойдет значит включу покажу вам не подойдет значит изготовлю уже свои потому что вот такие вот у меня есть я нарезал резьбу из электрода ну значит нарежем новую сделаем потому что тут все в принципе схожи электрод троечка и резьбу нарезаем так что пробуем так друзья действительно все подошло все тут стало так что перекручивая эти все тяги и еще раз проверяю если нигде ничего не цепляет значит думаю что и как с карданами центральная подошла все я ее прикрутил она вот настоит на месте сейчас делаю тяги и подходит ли наконечники для держания уже моста все друзья все тут крутится все тут хорошо снимаю заднее колесо и проверяю зазор от придется еще одно колесо снять зазор проверю никуда не ушло ну вот все мосты на месте ничто никуда не гуляет зазор одинаковый все шикарно везде все работает так что нигде я не ошибся единственное что нет у меня одного вот болтик который держит поэтому надо будет что-то придумывать где-то я потерял либо все коробки перебрать потому что он не должен никуда потеряться вот так что в принципе здесь мы закончили остались карданы самый главный мост раздвинули кабину с кузовом подняли вот все значит сейчас я еще ставлю карданы но и ближайшее время на тест так друзья значит занимаюсь карданами занимаясь карданами везде стояли разные по длине вот я их немножко перебрал сделал чтобы они были как бы притык один вот этот заменил который нам был длинноват и теперь занимаюсь задним он уже бы он был отпиленный большого вот его сейчас не хватает поэтому принято решение укоротить другой потому что из всех моих собранных все что тут есть ничего не подходит вот вот он центральный вот в принципе нормально от коробки этот есть сейчас вот этот прикручу и придется чуть-чуть подпилить вот этот потому что он вот сюда притык становится а надо чтобы еще как говорится чтобы он во первых оделся на ось и чуть-чуть гулял но принципе вроде эти мосты сильно ходов больших не имеют выскочил не выскочит так что пилякаем отпилили устанавливаем все тачка на ходу но без одного колеса колесо есть а вот прикручивать его нечем сейчас займусь поиском болта если не найду то есть такая идея то что может подойти сюда у нас мебельная стяжка которые с ящики стягивают так вот пока поставлю далее подтяну крепежики кузова ставлю кузов и мне останется колесо и электроника так что подписывайтесь на канал следите за новостями ну и пишите комментарии всем пока так ну что накинул электронику все у меня работает как и должно работать все у меня едет так что скоро тест